Здравствуйте всем дорогие друзья, вас всех рад приветствовать в очередной серии по прохождению Валенхардс. И сейчас мы в городе после бомбежки немецким генералам Эмилем помогаем горожанам. В прошлой серии в конце я вот здесь погиб из-за того, что забежал в этот черный дым. Вот видите, у него рычаг выпал, сейчас мы поможем. Мы уже двоим помогли, мы спасли ребенка, спасли вот этого мужчину, нашли рычаг. И сейчас мы спасем вот этого, тоже видите. А, ему надо наверное его кинуть, что мы сейчас и сделаем. Ну ты где друг? Не пойму почему он не выходит. Очень странно, он же стоял на балконе, да? Вот блин, еще тот геморрой. Собака у нас не может. Ну и тут она, да, не может или может? Она будет ждать? О, ждет, отлично. Только я немножко не пойму, но окей. Поднимем мы ее, а дальше что она сделает? Собаку мы посадили на этот, на подъемник. Так, а дальше-то что? Его нужно опустить. Так. Не понимаю толку, села она там. А что дальше? Он не выходит на балкон, видите, этот мужик. Если бы он вышел, может быть... Может быть и как-то получилось, но не получается. Тогда ладно. Давайте попробуем вот сюда опять направиться. О, сразу появилась собака наша. А здесь мы тоже ничего сделать не можем, да? Мужик уже пытается заползти, но у него ничего не выходит. И с собакой мы тоже ничего сделать не можем. И тут тоже все никак. О. О. Давайте прочтем. Один из первых противогазов. Очки, смотрите, тряпка. Хотя противогазы широко использовались главным образом солдатами. Мирные жители тоже могли их получить. Так. Во. Прифронтовых французских городах, вроде Реймса. Эти защитные приспособления были у многих людей. Противогазы данного типа относились к одной из ранних моделей. И представляли собой вымоченную в нейтрализующем расслоне хлопчатобумажную повязку. Которой закрывали рот и нос. Примерно так же была устроена и британская черная... Не, не черная, черновая вуаль. Ага. Вуаль это тряпка. Честно, я не знаю, что делать. Может мне нужно ножик какой-то найти? Я правда не знаю, что делать. Нет. Кстати, смотрите, у меня... А, видите, надо пассатижи эти, короче, плоскогубцы найти. Плоскогубцев у меня нет. Значит, все-таки надо с ручагом с кем решить вопрос. Надо вернуться к тому мужику и решить, что делать с ручагом. А, вот оно что. Все-таки нет, я был не прав. Видите, надо было додвинуть тот шкаф с девочкой. Когда спасли девочку, назад подвинуться, тогда мы прошли. Блин, надо быть более внимательным. А то так получается, круги мы с вами нарезаем. И все. Давайте спасаем этого мужика. Отлично. И он нам отдал ручаг, да? Или что он нам отдал, не пойму. Так, хорошо. Значит, получается нам больше ничего для... Там было письмо. Давайте вернемся, возьмем письмо. Тихо, тихо, тихо. Вот, собаку отправим туда, заберем вот этот конверт с письмом. Угу. Прочитаем. Сертификат крестной матери солдата. Для поднятия боевых духов, шедших на фронт во Франции в начале 15-го года, было создано особое общество для оказания и стыла помощи и поддержки оторванного от своих семей солдатам. Солдатские крестные матери отправляли бойцам письма с посылками, даже находясь вдали от фронта. Завязывали с ними близкие и доверительные отношения. Ух ты. Поддерживали, короче, моральный дух солдат. Чтобы они были в приподнятом, так сказать, духе и воевали. Так, опа, мы не можем, да, подвинуть. А, надо несколько человек, чтобы мы подвинули эту ерунду. Показывают, вот надо несколько. Так, а если мы попросим? Сказал, поможет. Сказал, тоже поможет. Нет, забрать. Да, Эмиль-то. Ну, сердечко, типа, любовь. Любовь. Все, давайте пробуем двигать. Все равно одного еще не хватает. Блин, без этого мужика на балконе вот ничего нельзя сделать. Все-таки надо... ...к нему идти. Так, стоять. Раз мы можем отдать собаке эту ерунду, иди сюда. На, все. Раз мы можем ей отдать... Ай, и надо еще этот подъемник опустить. Значит, все просто. Мы отдаем ключ, опускаем подъемник, засылаем туда собаку нашу, и все хорошо. И отдаем этого мужику, который... ...плачет там, бедный. Давай, иди туда. Замечательно. Поехали. Ну, отдай ему. О! О! Есть контакт. Так, а собаку мы что, забирать не будем? Она и так слезет, типа? И так норм. Так, а куда он пошел? Мне нужен, чтобы этот отодвинуть каменный постамент. Отлично, вниз идем. Так, собака сразу с нами. Какой-то предмет лежит, по-моему. Читаем. Солдатская книжка. Солдатская книжка британского бойца. В ней, помимо всего прочего, содержится завещание, а также имена и адреса близких родственников на случай гибели владельца. Кроме того, в ней можно найти важные предписания для солдат. В военных условиях вы столкнетесь с искушениями в виде женщин и вина. Никогда не позволяйте им завладеть собой. Ух ты. Какие интересные слова. Да все, все, похвалил, похвалил псину. Все. Бежим вперед. Бежим, бежим. На помощь Фредрику. В бой вовсю идет. Так. Опять этот генерал. Блин, не пойму. А, во, закрыли мы ему. О, хо-хо-хо. Есть контакт. Отлично. Блин, мы его подняли выше. Не достаем теперь. Так. Может, сейчас достанем. Есть. Так. Давай, помогай. Отлично. Сейчас еще разок, я думаю. Или сейчас хватит. Так как он там выживает, я не понимаю. В замкнутом пространстве у него мины эти взрываются, гранаты, он выживает. Так, этим брутальным мужиком сейчас мы должны справиться. Так, а что я могу сделать? Так, взрываются, взрываются. А, вон, короче, тупит. Насколько я понял. Ну и... А че за бред? А, все, я понял, че нужно делать. Нужно в лопасти кидать. Давай, брат. Давай, давай. Ха, отлично. Кидай, кидай, кидай. Так. Четвертая у нас наша. И все. Ух ты, не попал. Теперь прости-прощай твой корабль. Сейчас я возьму еще одну гранату. Долетался ты, друг. Все. Заканчивай с полетами. Нет, еще куда-то. А куда еще? Просто в двигатель, что ли? Не пойму. Нет. Наверное, на двигатель. Так, а че он дает? Давайте попробуем. На вот тот. Нет. Так, что-то мы делаем неправильно. Опа. Да нет, правильно, видите? Значит, в этот нужно будет сейчас еще двигатель закинуть. Злиться, злиться, не попадает. Сколько ж у тебя гранат, друг? Есть контакт? Да что ж ты кричишь? Все. Падаем. Или не падаем? Неужели это был Карл, который его этот ручак тянул? Вот это вот. Неужели это Карл? Что теперь будет? Глава 2. Изрытая земля. Девятью месяцами ранее. Когда разразилась война, Анна училась на ветеринарах. Немцы были почти у самого Парижа, когда она получила письмо от отца. Он был в добром здравии и умолял ее не возвращаться в Бельгию до конца войны. Но терпеливость Анне была не свойственна. Часы там еще есть. Анна, ну хоть немножечко теперь понятно. И тот отец ее был на корабле, вы видели? На корабле. Вместе с Карлом. С этим... Опа, попали. Вместе с немецким генералом. А, типа нам не открыть? Никак. Да, точно, на корабле вместе с немецким генералом был и этот, и Карл вместе с отцом. Что это такое? Чернильница. Поскольку шариковые ручки появились лишь в 50-60-х годах, солдаты Первой мировой писали письма птичьими или специальными металлическими перьями. Их регулярно окунали в чернила, находящиеся в специальном сосуде, чернильница. Да, это сейчас шариковые ручки есть. Тогда такого не было. А что ж дальше? Наверное, просто надо подождать, когда он пролетит над балконом и кинуть в него эту ерунду. Подождем. Все, вот так вот. Отлично. Так, письмо. Это ее дочь, что ли? Так, письмо бельгийке из Парижа. Дорогие родители, мы покинули страну не задолго до немецкого наступления и укрылись детьми во Франции. К сожалению, немцы продолжают идти вперед и уже почти осадили Париж. Если город падет, мы вернемся обратно в наш родной Льеж. Ваша любимая дочь Матильда. Так, Матильда. Что-то... Что-то подозрительное, да? Газеты. Такси. Часы подберем, да? Порванный ремешок для часов. Ремешок для часов порванный заводной руко... Порванный, ну все правильно, заводной рукояткой для автомобиля. До появления систем батарейного зажигания машины приходилось заводить, крутя специальную рукоятку. Кривой стартер. Это я знаю. Когда двигатель оживал, рукоятку нужно было аккуратно отпустить. Она продолжала вращаться тем... Вместе с ним и при неосторожном обращении могла стать причиной тяжелого несчастного случая. Ага, ну то есть могла лупануть просто по руке, да? И порвать ремешок на часах, насколько я понимаю. Ну там он, конечно, лупанет, не дай боже, если такой с нормальной силой. Указывает, что... Нет, да? Сюда нет. Типа мы взяли какой-то ключ, колесо. Нифига тебе, женщина! Вот это женщина! Офигеть! Нет, да? Не хочешь так, а ну-ка. И тут тоже не получается. Так, нашли еще какое-то письмо. Нужна баночка с водой, чтобы типа дым затушить. Но у нас же есть вот этот вот какой-то ключ, мы не можем ничего сделать. На Данкрате мы тоже ничего сделать не можем. Нам то есть нужно найти банку или бутылку с водой. Не понял. А, это нужно взять... Плачет, ей нужна помощь. Не пойму, что случилось. А, упала, ударилась. Гляньте, какая диаграмма интересная. Все, помогли ей. Мерси, мадам. И бутылка, да? Стоять. А ключ, в чем мы так далеко кинули? Этот ключ, по-моему, тот, что нам нужен как раз таки. А мы его хрен знает где кинули. Ладно. Нам сейчас нужно набрать воды, насколько я понимаю. Да, надо бутылка, нужна бутылка с водой. А почему мы не можем ее просто поставить? И тут нам нужен треугольный ключ. Треугольный. Но это, походу, не тот ключ. Ну, давайте попробуем, но я сомневаюсь, что это он. Не он. Тут нам нужен квадратный ключ с машиной. Больше у нас никаких ключей нет. Так, значится, значится. Квадратный ключ. У нас дома. Вот здесь. Вот он. Теперь мы сможем открыть. Ну, открыть, опустить. Есть контакт. Так, нужна вода нам. Здесь у нас треугольник. Треугольника у нас нету. Но тут ключ мы сейчас тоже заберем. Вдруг он нам пригодится. И давайте зайдем наверх и здесь посмотрим. Может быть, что-то тут появилось или есть. Но тут у нас больше ничего нету. Значит... И тут ничего нет. Хорошо. Значит, просто заберем этот ключ. Видите, но это не треугольник. Это у нас... Не понятно что. Ерунда какая-то. Взяли бутылку. Подставить мы ее тоже не можем. И здесь мы ничего не можем сделать. Самое интересное, я не вижу треугольного ключа нигде. Ну, это какая-то ерунда. Вы видели? Это ж была звездочка. Это ж был же не треугольник. Ой, вот это, конечно, дуристика. Была звездочка, а не треугольник. И мы открыли. Ну, ладно, френ с ним. Раз так. Женщина сама починила машину. Е-мое. Ну, вот это... Вот это вот женщина. Вот она, дорогие друзья. И машину починила. И под обстрелом тоже справилась. Ух ты, блин. Ну, конечно... Ну, водить надо еще научиться, да. Нормально, нормально едем. Ого. Ну, мужик бочки везет. Весело, весело. Весело живем. Флаг Франции. Сзади мотыляется. Ух. Вы че на меня это наседаете? Не надо меня. Ужас. Повезло. Повезло. Вытащили. Вот что значит водитель. От бога. Давайте, давайте. Оп-оп. Хорошо идем. Повезло. Как вот этого чувака, который с краю держится. Не сбили. Но не сбили уже хорошо. Вау. Все. Всех обогнали. Седьмое сентября 1914 года. Такси ехало всю ночь. Анна гордилась, что помогает бойцам попасть на фронт. Когда Анна оказалась на месте, перед ее глазами предстала вся ужасная правда. И эта молодая девушка, женщина, тоже попала на фронт. Анна. Ветеринар. Ну так понимаю, грубо говоря, теперь ветеринар, который стал полевым врачом. В таких вот сложных военных условиях на фронте. На этом я заканчиваю свою серию. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Подписывайтесь. А мы потом с вами продолжим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok